Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Дорогие братья и сестры, у нас в этом году с вами совсем необычная Пасха. Достаточно вспомнить пасхальную ночь, когда богослужения совершались в храмах, а люди были вынуждены стоять на улице. Мы как-то с вами не пережили ту радость, которую переживали каждый год. И в этой связи своим прихожанам я благословляю продолжать на утренних и вечерних молитвах читать, а еще лучше петь всей семьей пасхальные часы. Пусть эта пасхальная радость продолжится до отдания светлой Пасхи Христовой, то есть в течение всего периода 40 дней, когда Христос как жених с нами. К этому правилу, к пасхальным часам, я хотел бы попросить вас, чтобы вы добавляли, в отличие от светлой седмицы, молитвенные прошения к Богу о здравии своих родных и близких. То есть после того, когда вы пропели или прочитали пасхальные часы, Господи, спаси и помилуй, и перечисляем своих родных, близких, патриарха, нашего владыку, наших священников, своих родных, близких, детей, знакомых и родственников. А после этого упокой, Господи, душу усопших рабов Твоих и поминаем всех своих усопших православных христиан. Напомню вам, дорогие, что богослужения будут проходить за закрытыми дверями. Сегодня вечером и завтра, в день Радоницы, 28 апреля, богослужение в нашем храме будет происходить уже в нижнем пределе, потому что в верхнем пределе уже полным ходом начата работа по установке лесов и продолжении верхней купольной части нашего с вами храма Рождества Христова. Хотел бы попросить вас, во-первых, помолиться о всех тех, кто трудится и продолжает большое и нужное дело росписи нашего с вами рождественского храма, чтобы золотом воссияла та рождественская звезда, которая расположена под куполом нашего с вами храма, чтобы она собирала нас, чтобы она освещала наш с вами жизненный путь. Ну и что касается завтрашнего богослужения, напомню, будет совершаться одна божественная литургия в 7.40. И после божественной литургии на территории церковного двора, я подчеркиваю, на улице, мы выйдем на улицу и вместе с вами на улице на соответствующей дистанции социального удаления мы отслужим панихиду в 9.30 утра. Если людей будет много, то не только в 9.30, но и в 10.30 и в 11.30 мы послужим панихидой по всем усопшим нашим православным христианам. И, конечно же, принесем на эти территории церковных дворов радость о победе жизни над смертью, о победе истины над ложью, о победе Христа над смертью. В условиях особого режима кто-то не сможет прийти. Дорогие братья и сестры, мы воспользуемся той возможностью и протранслируем как божественную литургию завтра из нашего храма, так и панихиду, и вы сможете, оставаясь дома, послужить и помолиться о своих усопших вместе с нами. С улицы будет вестись прямая трансляция о заупокойных богослужениях. И мы приглашаем вас, самое главное, оставаться с Богом. И тогда Бог всегда будет с нами. Я еще раз всех вас хочу поздравить с Пасхой Христовой, дорогие. Радуйтесь. Не забывайте, что среди всех скорбей, болезней, испытаний Христос зовет нас к радости духовной. Как бы ни было тяжело, сохраняйте мир в своей душе. Вот тот мир, который нам преподает Христос. Мир внутри каждого из нас. Тогда, какие бы ни выпали испытания на нашем пути, мы непременно с Божьей помощью сможем их преодолеть. Храни всех вас Христос, с наступающей вас Радоницей и будьте здоровы, дорогие. Берегите себя.